Продолжая сужение наше, друзья, мы еще обратимся к Писанию, и я хотел предложить нам для нашего размышления о Слове Божьем несколько таких отрывков из первой из послания апостола Павла к Ефесянам, из 5 главы, с 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И хочу обратить наше внимание на слова 16 стиха, что мы должны дорожить временем, потому что дни лукавые. И здесь проводится какая-то взаимосвязь, указанная между мудростью и тем, что мы дорожим временем. Не будьте как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Оказывается, что признак мудрого человека – это такой человек, который не обольщен лукавством дней. Очень многие люди сегодня, живя в этом мире, обольщаются лукавством дней. Дни оказываются лукавые. И сказано в Писании, кто-то отделяет день от дня, кто-то различает, кто-то не различает. И многие теории строятся в этом мире на днях, на времени, пытаются что-то предсказать или как-то вычислить. Но вы знаете, друзья, в целом дается вот такая оценка дни лукавыми. И мы, как христиане, должны это понимать. Потому что враг душ человеческих, он не дремлет, не спит, и он использует даже дни для того, чтобы людей обмануть, чтобы склонить их к лукавству. В чем же заключается лукавство дней? Ну, например, когда дети или, может быть, молодые, кто здесь присутствует, смотрят на свою жизнь. Ну, что-то уже прожили какие-то небольшие годы. Какие-то годы еще предстоят, и кажется, их так много этих лет впереди, какие-то планы такие большие на будущее, жизнь. И это лукавство дней. Если нам кажется, что их так много, еще так много жизни впереди, мы уже обольстились этим лукавством дней. Потому что на самом деле их мало. Просто когда на них смотришь снизу вверх, то есть как бы они впереди еще, кажется, что их много. Кажется, что они долгие. А когда взрослые люди смотрят уже, убеленные сединой, может быть, смотрят на прожитую жизнь, то они тогда уже начинают понимать, как их мало этих дней. И спрашиваешь у человека, давно ли ты пришел из армии? А ему, может быть, там 50 лет уже. Он говорит, как вчера. Как вчера это было. То есть так они быстро пролетели, что даже не заметил. Это, друзья, вот такой пример, такая иллюстрация, как дни могут обольщать оценку человека, вот как он оценивает свою жизнь. Ведь от этого зависит, будет он дорожить временем или не будет. Если ты в молодом возрасте смотришь на жизнь, ой, она все еще впереди, еще так много дней, ты не будешь торопиться делать добрые дела. Ты будешь там что-то для себя как-то пожить, может быть, еще плоть свою там холить или леять. А потом уже думаешь, когда вот я проживу там определенное время, тогда я начну делать что-то для Господа. Но это обольщение, друзья. И мы должны быть начеку, мы должны быть внимательны, бодрствовать, чтобы не обольститься лукавством дней. Друзья, очень интересно отношение людей к дням. С днями связан опыт. Когда человек прожил большую жизнь, то, в общем, его считают человеком опытным. К нему идут советоваться, спрашивают, как поступить здесь, потому что он много видел, он знает жизнь. Но вы знаете, друзья, и даже здесь сатана приготовил нам обольщение. Ну, конечно, я не достиг еще такого возраста, возраста людей опытных, но исследуя Писание, вижу, что даже в таком возрасте, когда человек уже смотрит на жизнь свою, понимая, что это недолгие дни, они прошли быстро, но у него в сознании, я знаю жизнь, я прожил жизнь. Что ты меня учишь? Кто-то молодой может говорить что-то, может быть, даже обличать иногда, вещевать. Что ты меня учишь? Я много видел в этой жизни, гораздо больше, чем ты. Я имею опыт, наверное, гораздо больше, чем ты. И, знаете, друзья, вот был такой случай в жизни Иова. Этот человек был немолодой, у него была семья, были уже взрослые дети. Это записано в книге Иова, 32 глава. Хочу прочитать буквально несколько стихов. Вы знаете эту историю, когда Бог допустил ему очень сильную болезнь, и пришли друзья, начали его учешать. В общем, мы видим по описанию, что они были немолодые, и они были опытные, они видели жизнь, они много знали. И вот был между ними один молодой человек, его звали Елеуй. Иов, 32 глава, с 5 стиха. Когда же Елеуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елеуй, сын Врахилов, вузитянин, и сказал, «Я молод летами, а вы старцы. Поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе, пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости». Вот такая формула действует в этой жизни, в этом мире. Пусть говорят дни, и многолетие получает мудрости. И, вы знаете, дальше, что он говорит, 8 стих, он как бы переворачивает вот этот стереотип, сложившийся в обществе, и говорит, «Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение». Не многолетие, не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю, выслушайте меня, объявлю вам мое мнение, и я. И мы знаем, что Господь через этого молодого человека объяснил Иову и этим трем друзьям его те слова, которые Господь хотел сказать. Друзья, и вот я на эту мысль хотел обратить внимание, что дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. И хотя в обществе принято считать, что многолетие – мудрость, что только у многолетних опытность и разум, но мы, друзья, должны не поддаваться лукавству дней вот этим стереотипам, сложившимся, и понимать, что дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Если у тебя есть это дыхание Вседержителя в тебе, это Дух Святой, тогда ты вместе с Давидом можешь сказать, я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Стал мудрее учителей моих, говорит Давид. Друзья, это удел тех, у кого есть дыхание Вседержителя внутри. Мы питаемся не многолетней мудростью людей, которые прожили, написали много книг, а мы питаемся словами Божьими, записанными здесь, в этой книге. Поэтому, друзья, обольщение дней мы подвержены ему и в молодости, и в старости, когда мы смотрим на эту жизнь, потому что дни лукавы. Один человек, вы знаете, его звали Иаков, это отец двенадцати патриархов, Израиль. Когда он пришел в Египет к своему сыну Иосифу и предстал пред фараоном, то там ему и у него спросили, сколько тебе лет. Это записано в книге Бытие, 47 глава, 9 стих. И он, будучи уже достаточно старым человеком, ему было больше ста лет, говорит, «Малые и несчастные дни наши, и не достигли дней лет отцов наших». Вот, друзья, вот так он смотрел на свою жизнь. «Малые и несчастные дни наши». Друзья, несчастные не только в плане отрезка или промежутка, который он прожил, а он как бы сознает, что несчастные вот гораздо глубже, что еще не достигли вот той мудрости, которой нужно было достичь, потому что мудрость только у Бога. И поэтому, друзья, хочется сделать такой вывод из того, как Писание смотрит на вопрос времени, что когда ты предпринимаешь доброе дело, то не советуйся с днями, не советуйся со временем, не советуйся с днями, делай это доброе дело. Даже если ты знаешь, что завтра придет Христос, то возникает вопрос, будешь ли ты сегодня закладывать фундамент молитвенного дома? Ну, например, вот надо строить молитвенный дом, в церкви негде собираться. И даже если бы ты знал, что завтра придет Христос, стал бы ты сегодня закладывать фундамент. Понятно, что до завтра ты не построишь этот дом. Но это, друзья, такой пример. Один проповедник, великий проповедник, говорил, что если бы я знал, что завтра придет Христос, я сегодня посадил бы еще одно дерево. Ну, это доброе дело. Так считалось, что посадить дерево – это очень хорошо. И зачем? Оно не вырастет до завтра. Если бы я знал, что завтра придет Христос, я сегодня посадил бы еще одно дерево. Друзья, вы знаете, к сожалению, часто бывает и такое лукавство дней проникает в наше сердце. Люди говорят, ну, зачем нам вкладывать в какие-то вот дела, пусть даже добрые. Скоро придет Христос. Ну, зачем? Кому это все достанется? Зачем нам учиться? Зачем нам получать образование? Зачем нам вкладывать в развитие? Скоро придет Христос, и все это останется на земле. Кому это все нужно? Зачем нам строить? Зачем нам сажать дерево и так далее, образно говоря? Друзья, наш христианский взгляд на эту жизнь, он не должен советоваться с днями, не должен советоваться со временем, а советоваться с Духом Божьим, живущим в нас, с этим дыханием Вседержителя. Хочу еще один пример прочитать. Это записано в Евангелии от Матфея, в 24 главе. 24 глава. 48 стих. Здесь такой пример, как человек советовался с днями, делая свое дело. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, «Нескоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть, и бить с пьяницами, то придет Господин Рабатово в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Друзья, вот человек посоветовался с днями, со временем, и говорит, «Нескоро придет Господин мой». Как он посоветовался? Он, ну, как бы спросил, «Дни, вас много там еще?» Дни ему ответили, «Да, нас еще много-много». И у него такой вывод, «Нескоро придет Господин мой». И он начал вести разгульную жизнь, за что сказано, «Придет Господин и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов». Поэтому призывает нас в Писании, «Дорожите временем». Дорожите временем сегодня, не советуйтесь с завтрашним днем. Завтрашний сам будет о себе заботиться. Не говорите, «Я еще успею, у меня еще много времени». Делайте сегодня то, что вы можете делать. Еще один человек советовался с днями и говорит, «Много добра, душа моя, лежит у тебя на многие годы. Ешь, пей, веселись». В общем, ничего злого нет в том, чтобы есть и пить, и веселиться. И, наверное, сегодня тоже многие утром завтракали, ели и пили. Ничего в этом нет плохого, но плохо то, что он советуется с днями, а дни лукавы. Нельзя советоваться с лукавыми. И говорит, «Много добра на многие годы, но не знал он, что в сию ночь, сказано, возьмут душу твою». И еще, прочитаю, друзья, уже заканчивая слово, место из Евангелия от Матфея, из 6 главы, 34 стих, Матфея, 6 глава, даже с 33 стиха. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем довольно для каждого дня своей заботы». Вот это, друзья, такой совет Господь подает, как нужно дорожить временем. Иногда бывает, что наши мысли, и наш разум занят заботой о завтрашнем дне. Иногда мы несколько, ну, как я вижу, неправильно толкуем это место, и есть такое мнение бытует у христиан, что не нужно ничего делать, не нужно никаких предпринимать таких, может быть, запасов на будущее. Ну, вот, например, на зиму там заготавливают люди что-то. Вы знаете, друзья, это все нужно, и нужно делать вовремя. Нужно сеять, и жрать, и складывать запасы, чтобы, когда придет зима, чтобы было что поесть. Друзья, и во многих других сферах нашей жизни это не является заботой о завтрашнем дне, вот о чем здесь сказано. Смысл, который здесь сокрыт, по контексту мы видим, сказано, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Какая разница, сколько ты беспокоишься о завтрашнем дне? Разве ты можешь что-то изменить? Конечно, мы должны делать должное, как полагается, какому порядку учит нас Бог, но беспокоиться о завтрашнем дне нам не нужно, друзья. Ну, как привести вот такой пример, что значит беспокоиться человека о завтрашнем дне, чтобы понять не стало. Я себе всегда так вот отвечаю на этот вопрос. если сегодня у меня есть пища, есть что поесть, во что одеться, но я знаю, что завтра у меня ничего этого не будет. Вспомните, как говорила одна вдова в Сарепте Сидонской, когда пришел к ней пророк Илья и говорит, дай мне лепешку, а она говорит, ты знаешь, вот у меня в катке немножко муки и масла в кувшине, вот это мы съедим с сыном своим и умрем. Вот это пример человека, который заботится о завтрашнем дне. То есть, сегодня у нее есть пропитание, но у нее нет покоя в сердце, она говорит, завтра мы умрем. И вот это не дает ей ничего делать хорошего. Ей нужно сделать доброе дело, угостить странника, пророка Божия, человека Божия. Она не может сделать доброе дело, потому что она заботится о завтрашнем дне, завтра мне нечего есть. Вот об этом он говорит в Писании, не заботьтесь о завтрашнем дне. Вот есть сегодня, будьте довольны. Великое приобретение, быть благочестивым и всем довольным. А завтрашний, друзья, он сам позаботится. Ну, конечно, не сам день заботится, Господь заботится через этот день, но он позаботится, друзья, чтобы солнце встало завтра. Ну, представьте, кто-то из людей будет беспокоиться, встанет завтра солнце или не встанет. И будет с такой печалью ложиться, а вдруг завтра солнце не встанет. Друзья, может быть, это несколько комично, но вот так выглядят перед Богом наши заботы, когда мы беспокоимся о завтрашнем дне. Что мне там будет, где я буду работать, а что я буду... Вот именно так в глазах Божьих выглядит наша забота. Если бы кто-то беспокоился, встанет завтра солнце или не встанет. Поэтому, друзья, не беспокойтесь, не заботьтесь о завтрашнем дне, дорожите временем, потому что дни лукавые. Не смотри на завтрашний день, приступай к делу сегодня, а завтра не в твоей власти. Аминь. Аминь.